Работают все телерадиокомпании? Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь, вновь, вновь мы приветствуем вас в шикарнейшем скейт-шопе Сквот, что находится в центре Москвы на станции метро Таганская. Великолепное место, где мы любим рассказывать интересные истории, и сегодня как раз будет такая. Не переключайте ваши YouTube-каналы, а также ваши Routube-каналы. Вернее, нет, с Routube-канал, наверное, с YouTube нормально переключайтесь. Потому что будет рассказ про новинки бренда Fallen. Мы уже рассказывали с вами про историю этого бренда, про возрождение, про модели, которые появились вместе с возрождением. И приятно, что все это не стало такой историей на один-два дня. А действительно, бренд развивается, пересдает старые модели, выходят какие-то новые. И приятно, кстати, что вы, наши дорогие зрители, в комментариях говорите об этом, радуетесь, что вот, ура, появились модели Fallen. Соответственно, идем вас на поводу и рассказываем, что же такого интересного от Fallen приехало. А приехало реально много. Начнем, наверное, с самой такой массовой модели Patriot. Классическая скейт-модель от бренда Fallen, которая есть в двух вариантах. На вулканизированной подошве Patriot Vulk, она называется, ну, вулканизация сокращенно, и просто Patriot. Небольшой анбоксинг. Коробочка такая аккуратная, черная. Для всех любителей дополнительного мерча здесь есть наклейка Fallen. Верните, мой 2007-й практически написано. А для знакомых с аэрозольной краской даже есть такой вот трафарет, что вы можете сами бегать и рекламировать компанию Fallen. Кстати, тем, кто пришлет 1500 трафаретов, компания Fallen обещает прислать бесплатный брелок. Поэтому очень интересное предложение. Ну, вот такая вот тоже отсылающая к замечательному 2007 году расцветка. Кислотно-пурпурный цвет. Черные кеды, вулканизированные подошвы. Все очень хорошо, все очень красиво. Классические кеды, которые, я думаю, бренд не перестанет переиздавать. И, что, кстати, интересно, что когда Fallen у нас возродился, он не просто сказал, что давайте переделаем старые модели. Нет, он решил по максимуму оснастить их с технической стороны. То есть добавил все возможные технологии, которые есть у бренда, внутренности этих кроссовок. Переходим к обычным Patriot'ам, не вулканизированным. И здесь как раз тоже немножко расскажу про технологии. Ну, опять же, мерч у нас идет в комплектике. Дим, может, устроим видео, как мы ходим ночам и везде Fallen рисуем? Пока кому-нибудь лицо не набьют. Так как ты быстрее бегаешь, то я больше... Ну, ладно, хрен с ним. Окей. Интересная технология здесь на стелечке. Стелечка у нас здесь современная. Impact Foam, то есть пена, которая очень хорошо амортизирует и глушит все удары. Прикольные кроссовки. Ну, сам знаю из отзывов наших молодых и не только зрителей, что им эта технология нравится и кататься в кроссовках, конечно же, удобно. Тут еще у нас вопрос, а в чем разница между обычной подошвой и вулканизированной? Ну, сразу скажу, что вулканизация – это вообще открытый в начале прошлого века процесс, благодаря которому пошло два, наверное, самых таких крупных направления. Первое – это у нас производство автомобильных шин, и второе – это производство кроссовок. И, кстати, многие компании, которые приобрели себе оборудование для вулканизации в начале прошлого века, они столкнулись с дилеммой – что делать, шины или кроссовки? И часть из них сказала, что, типа, ну, смотрите, машин-то сейчас совсем мало, давайте лучше делать спортивные обувь вулканизированную. А вторая часть все-таки верила в прогресс. Ну, и, мне кажется, сегодня компания Michelin какая-нибудь или Dunlop, которые как раз это делали. Кстати, Dunlop делали тоже не только шины, но и кроссовки на заре своей молодости. Вот, посмотреть, кто из них более популярный, кто из них более прибыльный. Так что никогда не забывайте про прогресс. Так вот, возвращаемся. Вулканизация – это когда при нагревании у нас резина приклеивается, можно сказать, к подошве. Как это… Ой, не к подошве, а к основному кроссовку. Ну, как это здесь выглядит? И вот вы видите, да, что обувь такая с краником, таким действительно как будто… Ну, производственный процесс, что берут сам ботинок, опускают специальную форму, и при большой, высокой температуре резиновая форма вот так вот налипляется, приклеивается к ботинку. В случае с обычными кроссовками берется та же самая основа кроссовка, но здесь все это дело пришивается. Либо просто приклеивается без нагревания, а обычным клеем. Лучше всего, конечно, прошитые и проклеенные кроссовки, хотя в современных условиях даже и просто хорошо приклеенные, они хорошо себя ведут. Кстати, тоже интересный вопрос. Давайте в комментариях вы ответите. У вас какой опыт? Какие по вашим собственным ощущениям, по вашему собственному опыту, более долгоживущие кроссовки? Вулканизированная подошва или же подошва обыкновенная? Говорят, еще есть разница в ощущениях при катании. Ну, здесь вы все меня знаете, я очень теоретический скейсбордический кататель, поэтому про это вам рассказывать не буду. Следующая модель, про которую тоже хочется рассказать, модель, которая всем скейтерам всегда будет близка, это слепоны. Опять же у нас набор для раскраски, набор для налепки. Слепоны, классические слепоны. Модель называется изи, то есть легкие. Тоже у нас она идет с вот такой вот замечательной стелечкой, которая очень хорошо амортизирует. Тоже они у нас вулканизированные. Очень хочется рассказать немножко про модель изи. Изи, ну, про само происхождение этого слова. Изи вообще это, ну, переводится как легкий, и насколько я помню, что она, вот конкретно эта модель, она имеет отношение к очень хорошей песне группы в System of a Down чуть не сказал, он такой фигню. Faith No More Easy. Well, I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Послушайте, человек, который стоит за этой моделью, Майк Пэттон, это гений современной музыки, у которого огромное количество проектов, но основная его группа Faith No More, и Изи один из признанных хитов этой группы, но прикольно, что это не его настоящая песня, это перепевка старой песни группы Comouts, которая образовалась еще, наверное, в конце 60-х годов и до 90-х годов пела. Даже, кстати, фирма Melody пересдавала одну из их пластинок. Вот такие вот замечательные простенькие слепоны. Следующая модель, модель человека, который у нас неразрывно связан с брендом Fallen. А именно, ну, вы, наверное, догадались, это господин Крис Кол, у которого есть две свои модели. Одна называется Reaper, вторая называется Trooper. И вот как раз в новом сезоне у нас новая расцветка Trooper как раз пришла в набор для самодеятельности. Кто не умеет кататься, тот рисует, как говорится. И сама вот эта вот модель под названием Trooper. Рипер. Самое интересное, это две вот эти вот здесь косы, которые изображены. Как вы знаете, что вторая модель Криса Колла, она называется Reaper. Reaper это мрачный жнец, то есть фигура смерти, которая как косой отрубает человеческие жизни и уносит их в мир иной. И здесь, как омаж тому, что у него есть еще и вторая вот эта модель, как раз две косы остались. Модель Крис Колла, которую вы все прекрасно знаете, которая выходит в стандартных таких цветах темных для компании Fallen. Очень красивая, очень интересная, классическая модель, на которую всегда стоит обращать внимание. Я думаю, что когда как раз вот наши ребята-подписчики говорили, что ура, появились новые Fallen, в основном они как раз радовались тому, что появились еще и классические патриоты. Далее у нас новиночка, новиночка, друзья. Именная модель, имена и модель нового человека. Приятно, да, что Fallen, компания с достаточно большим, с достаточно таким плод, с достаточно интересной и долгой историей, не живет только старым, да, и пытается сделать какие-то новые модели, какие-то новые технологии, как я уже сказал, применяет. И, что тоже интересно, также открывает новые имена. Человек, который уже, кстати, есть на трешере, человек, который у нас очень много делает на мега-рампах, молодой парень под именем Эллиот Слоун получил свою именную модель от компании Fallen. Модель называется не Эллиот Слоун, как могло бы показаться, а Refined или Враг. Вот такая вот тоже отсылка к чему-то мрачному. Ну, я не знаю, честно сказать, что вот мы сегодня немножко спорили с нашим уважаемым оператором, есть ли какие-то отсылки к 80-м в его катании. Все-таки, на мой взгляд, ну, рампа, мега-рампа, это такая немножко олдскульная вещь, которая в 80-х, может быть, в самом начале 90-х была суперпопулярна. И, на мой взгляд, вот графика, которая сейчас есть, и кроссовки, которые вы увидите, они немножко к этому времени как-то нас и отсылают. Оператор со мной не согласился, сказал, что, ну, не совсем так. Он больше катается на скейте, он знает больше, поэтому тоже бомбите в комментариях, кто из нас прав. Тут, кстати, смотрите, уже еще больше у нас мерча положили, еще и маленький, маленькая наклеечка Fallen. И эта штука. И сама модель. И сама модель. Чем она интересна? Что эта модель, она уже такая немножко выше. Вот если посмотреть все остальные модели, которые мы смотрели, бренда Fallen, чуть-чуть у нас здесь больше фиксации голеностопа. Модель в очень хорошем цвете. Ну, и честно скажу, что вы, наверное, по мне видите, что я очень большой фанат камуфляжа. И расцветка Tiger Stripe, которая вот у нас и здесь есть. Ну, типа тигриные полосы. Вот такой вот камуфляж, очень популярный, кстати, во времена войны во Вьетнаме, присутствует на этой модели. Интересная модель. Наверное, правда, когда ты катаешься на мега-рампах, тебе фиксация голеностопа достаточно нужна. Плюс тоже, наверное, она не должна быть супер большой, поэтому модель была выбрана не супервысокой, а вот такой вот среднего размера. В общем, интересная новинка. И еще две новинки, о которых хочется рассказать, но показать вам пока в виде картинок. Они только приехали, их достаточно немного у нас находится. Такой эксклюзивчик в количестве нескольких моделей. Первая – это новая модель от господина Томми Сандавала, человека, который тоже очень много в свои годы сделал для скейтбординга. Такой дредастый бородатый челик. Модель называется Тиган, и хочется на одной расцветке более подробно остановиться, потому что она, наверное, перечеркивает все, что вы вот знаете и любите в моделях. Ну, может, не любите, а все, что вы знаете о таких классических моделях Фоллин. Вот здесь все модели, которые я вам показал, ну, здесь, в принципе, все понятно. Да, такие вот насыщенные, темные цвета, черный, красный. Иногда есть, конечно, белые, там, с черным, Фоллин. А здесь это такой мягкий, канвасный цвет, в котором добавлены паттерны из картины, которая написана была самим господином Сандавалом под названием Вайпс. Очень интересная, очень необычная, легкая такая модель под названием Тиган, на которую стоит обратить внимание. Плюс для всех тех, кому хочется уйти от таких классических скейт-тапок небольшого размера, очень таких компактных, эргономичных. А тех, кто скупчает по таким толстым тапкам, компания Фоллин возрождает модель под названием Револьвер, модель, про модель Билли Маркса, которая тоже все, что вы любили вот в этих здоровых толстых тапках, очень большая, очень толстая, в классических Фоллиновских цветах. Поэтому все, кто мечтал о таких кроссовках и ловил их на распродажах, у вас теперь есть возможность купить их. Тут, кстати, тоже такой интересный момент, что, ну, вы, наверное, знаете, какие цены на кроссовки сейчас. И цены, которые сейчас пришли на новые кроссовки Фоллин, вас приятно, не побоюсь этого слова, удивят. Все бегом в магазины, все бегом на сайт, но перед тем, как попрощаться с вами, хочется тоже сказать такой очень интересный момент. По вашим просмотрам, по вашим реакциям мы прекрасно знаем, что вам очень нравится видео под названием 100 флипов в определенных кроссовках. Поэтому сейчас мы решили совместить приятное с полезным и выбрать какую-то одну пару Фоллин, в которой тоже будут делать 100 флипов я, с завязанными глазами. Поэтому на следующем видео у вас будет уже другой ведущий. Ну, шутка, понятное дело, друзья. Просто, пожалуйста, напишите в комментариях, какую модель Фоллина вы бы хотели увидеть в видео под названием 100 флипов в кроссовках и дальше название кроссовок. Про модели я вам рассказал, какие-то модели в фотках вы видите, и вот в одной из этих моделей сделаем 100 флипов. Мне кажется, это будет очень классное видео, тем более, ну, посмотрим, как кроссовки себя эти ведут. Я за них, я считаю, что Фоллин это круто. Огромную благодарность за то, что смотрели нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, посмотрите, какие видео вы вдруг не посмотрели, а мы выпускаем много интересных видео, пролайкайте их тоже, добавьте в избранные, поставьте звоночек, пришлите нам донаты, приходите в магазин, купите себе очень много всего и, конечно же, оставьте отзыв на Яндексе и 5 звездочек. С вами был Дмитрий Егоров, до новых встреч! Squadboard Shop! Пока! А! Ну и, конечно же, занимайтесь скейтбордическим катанием. Субтитры создавал DimaTorzok